А мы решили доехать до даунтауна Орландо, посмотреть на город с другой стороны, потому что иначе создается впечатление, что это город, что города нет, что только есть в парке развлечений огромные развязки, плазы, аутлеты и, конечно же, рестораны. На самом деле, история Орландо начинается еще в начале 19 века, но звездный час этого города пришел в 1971 году, когда Олд Дисней задумал открыть здесь второй свой парк развлечений, и самый большой. Вы можете спросить, почему именно Орландо? На самом деле он рассматривал и Тампу, и Майами, но решил все-таки разместить свой парк в глубине материка из-за угрозы ураганов. Итак, спустя несколько десятилетий Орландо стал мировой столицей развлечений, и каждый год этот город посещает около 70-80 миллионов человек. Можете представить? Разговаривать с тобой. Ну, а находимся мы на главной точке притяжения всех жителей Орландо, это парк и озеро, озеро Иола, и вокруг разбит вот такой небольшой парк, и озеро славится тем, что здесь обитает очень большая колония лебедей. Очень любят они этот парк и это озеро, можно полюбоваться. В общем, здесь царит такая атмосфера спокойствия, расслабленности, все такие гуляют, все отдыхают. В общем, прям прекрасно и хорошо, в отличие от той части, где находятся парки развлечений. Гуляем по даунтауну, неожиданно нашли для себя православную церковь, а рядом с ним смотрю какое-то странное серое здание, построенное в таком брутальном стиле, чем-то, честно говоря, на мавзолей похоже. Оказалось, что это главная библиотека Орландо. Здесь, в даунтауне, еще можно почувствовать исторический дух города, потому что сохранилось очень много старых зданий и улицы, мощеные брусчаткой. А за моей спиной исторический отель Ангибил, который был построен в 1923 году, и в то время это было самое высокое здание в городе. И самым известным постояльцем этого отеля был Генри Форд. Мы нашли ответ на вопрос, где все люди. Они прячутся в барах, которые здесь просто на каждом шагу. Каждый дом – это бар. Вчера мы с вами увидели даунтаун Орландо и его историческую часть, но мало из тех, кто приезжает в этот город, заглядывает в даунтаун, в основном все видят Орландо вот таким. Это многочисленные развязки, это огромное количество отелей, это фастфуды, сетевые рестораны на каждом шагу, это огромные многоуровневые парковки, огромные большие сувенирные магазины с яркими кричащими вывесками, ну и, конечно, парки развлечений, которые тоже встречаются на каждом шагу. И в целом Орландо – это самый посещаемый город в Штатах. Более 70 миллионов человек ежегодно приезжают в этот город. Вы можете представить, 70 миллионов. Население города составляет там 300 тысяч, и 70 миллионов приезжают сюда каждый год. Поэтому неудивительно, что в этом городе так много всего самого большого и самого огромного. И неудивительно, что здесь находится самый большой или один из самых больших Макдональдсов в мире. И мы не могли проехать мимо этого факта и не заглянуть в самый большой Макдональдс. Ну, давайте посмотрим, что нас будет ждать там внутри. Макдональдс Ну, мы решили проверить здесь, что есть в меню. Возможно, здесь есть самый большой Биг Мак в мире. Но однозначно, что из такого необычного есть пицца и есть паста, потому что станцию с приготовлением пиццы мы уже увидели. Ну, давайте посмотрим, что здесь у нас особенного есть в меню. Есть завтраки. И завтраков даже можно заказать омлет за 9 долларов. Ммм, бельгийские вафли, эмма-чинс, французский тост, ну и, конечно, различные сэндвичи. Самого большого я ничего как бы не вижу. Да, можно заказать пиццу. Ну, пицца 9 долларов. Ну, и добавить различные ингредиенты. Есть сэндвичи обычные, спанине. Ну, и различные макчикины и филе фиш. Все как в любом другом Макдональдсе. Различные форматы кофе, напитки. Ну, и есть еще пекарня. Вот, можно тортик заказать 4,29 долларов, чизкейк 460 калорий. А, вот тот торт, который мы видели на витрине, от взгляда на который, кажется, уже у тебя прибавляется пару килограмм. 770 калорий в кусочки. За это стоит 5 долларов. Самая низкокалорийная. Вот, пожалуйста, кофе. 10 калорий. Мне кажется, отличный. Самый лучший выбор в этом заведении. Вот его и закажем. Костя увидел рекламу замороженных напитков. Вот, решили попробовать. Оказывается, есть замороженная Кока-Кола. Замороженная Фанта. Правда, непонятно, почему она голубая. И замороженный спрайт. Мидиум. 130 калорий. Не так плохо. Возьмем большой. Ладно. Даже это интересно. Ну, налог 0,43. Итого 7 долларов. 69. Да, спасибо. И здесь это за стол. Да, спасибо. Мы думали, кофе нам сварят. Но нет, нужно идти набирать кофе самим. Что, пойдемте пробовать кофе и замороженную колу? Настя пьет колу. Такое случается раз в десятилетие. Ну, прикольно. Необычно. Вот, это попробовали. Что у нас по кофе? Ну, в целом, неплохо. Можно жить. Вот такой он самый большой Макдональдс в мире. 1800 квадратных метров. На первом этаже можно найти станцию для пиццы и для пасты. Это то, что отличает этот Макдональдс от всех остальных. Вы нигде больше в мире в меню не найдете паст, тупицу. Здесь есть и бельгийские вафли, и различные завтраки. Ну, и, конечно, представлено классическое Макдональдское меню. Но самого большого Биг Мака мы здесь и не нашли. Помимо этого здесь есть различные десерты, там чизкейки, какие-то другие шоколадные торты, от вида которых кажется, что уже просто прибавляется пару килограмм. Ну, и на втором этаже еще разместилась большая детская игровая площадка с горками и площадка с аркадными игровыми автоматами. Более 100 штук. В общем, все сделано для того, чтобы сюда каждый день приходили и приезжали десятки тысяч посетителей и оставляли здесь свои деньги. Как вам самый большой Макдональдс в мире? Что больше всего удивило? Пишите в комментариях. Мы вышли с стаканчиком кофе и с стаканчиком воды. Вот, весело и вкусно. Макдональдс. Погнали дальше. У нас еще одна незапланированная остановка. Это супермаркет Трейдер Джо. Нет, мы не просто приехали закупиться продуктами в Орландо, а просто хотели показать, как выглядит супермаркет в столице развлечений. Мы покидаем Орландо. Что сказать про ощущение и впечатление от города? Это город впечатлил, удивил своими грандиозными масштабами и размахом индустрии развлечений. И в целом американцы достигли невероятных высот в этой индустрии. Что-что, а вот развлекаться американцы умеют. Я думаю, что вам интересно узнать, во сколько может обойтись вот так вот провести выходной день с посещением парка в Орландо. Давайте посчитаем. Билет в один парк на один день Disney Universal без разницы 109 долларов на двоих. Проживание в трехзвездочном отеле за две ночи 300 долларов. Но не ожидайте чего-то особого от этого отеля. Это так просто прийти, поспать и уйти, развлекаться дальше. Также вам надо что-то есть. Это минимум 100 долларов на двоих на день. Но еще нужно добраться. До Орландо мы потратили 50 долларов на бензин и на платные дороги. Итого выходные обойдутся вам на двоих с посещением парка в 750 долларов. Такая вот занимательная и развлекательная математика. А тем временем мы отправляемся к Атлантическому побережью в небольшой городок Какоа-Бич. Этот город известен своими пляжами и также серферской историей. Это одно из немногих мест во Флориде, где можно серфить. Также это родина, пожалуй, одного из самых известных серферов Келли Слейтера, 11-кратного чемпиона мира. Поэтому, зная всю эту историю, мы не могли проехать мимо. Тем более, что от Орландо до Какоа-Бич всего лишь час езды. Самый большой Макдональдс мы сегодня с вами увидели. А готовы ли вы увидеть самый большой в мире серферский магазин? Он за моей спиной. Никогда бы не подумала, что это магазин. Это не только самый большой в мире серферский магазин, но это и самый старый и легендарный магазин в Соединенных Штатах. Этот магазин был основан в 1961 году. Он работает 365 дней в году, 24 на 7. И каждый год сюда приходит более полутора миллиона человек. Да, чувствуется, что мы в Мекке серфинга, потому что здесь все элементы серфинга просто на каждом шагу. Такое даже, мне кажется, в Калифорнии не увидишь. Перед магазином большая скульптура Келли Слейтера, которая покоряет волну. Продолжение следует... Тут столько всего, что глаза разбегаются, мозг взрывается. Когда попадаешь в этот магазин, ты такой, ааа, куда смотри, что рассматривать. Смотрите на эти такие милые постеры. Прям смотришь и как-то это хорошо на душе. От своей собственной серф-доски я бы не отказалась. Вейкборд у меня уже был. Хорошо бы здесь заиметь серф-доску. Правда, в Майами серфить особо негде. Надо только на север ездить. Сколько же стоит серф-доска? Ну вот, 549 долларов, 559 долларов, 549, 600 долларов. Ну, в общем, за 500-600 долларов можно купить серф-доску. Тут просто рай для водных развлечений. Помимо серфа здесь еще и кайтборд есть, и гидрофойл. Похоже, надо переезжать, жить в Кокоо-Бич. Можно серфить, а Костя может ездить и заниматься вейкбордом. Все рядом. Пообщались здесь еще с продавцом. Он занимается серфингом и говорит, что у меня все прекрасно. Я живу на берегу океана, серфю, когда хочу. Работаю немного. У меня есть одна пара обуви, футболка, брюки. Но зато 8 серф-досок. И наслаждаюсь жизнью каждый день. Из интересного в магазине есть знаменитые гавайские рубашки. Сделаны на Гавайях. А есть багамские рубашки. Что-то Костя только не захотел. Ни гавайскую, ни багамскую. А так, мне кажется, вообще прикольно. Мне очень бы подошло. Укулеле. Может, купим? Будем учиться играть. Без покупки не ушли. Решили, пусть останется нам сувенир из самого большого серферского магазина в мире. Но в следующий раз придем за серф-доской. Мы с вами добрались до какого бича? Непосредственно уже до пляжа. Проехали по городку. Он очень простой и непритязательный, как серферская жизнь. И то, что нам рассказал продавец в магазине, что ему для жизни много не надо. Главное, чтобы было побольше серф-досок и хорошая волна. Ну, вот так вот и городок выглядит. Просто чем-то напоминает многие калифорнийские серферские городки типа Санта-Крус. Давайте теперь посмотрим, что же это за такой вот серферский пляж. Музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok Какого бич известен не только своими серферскими волнами, но прежде всего его знают, потому что здесь рядом находится мыс Канаверал, где располагается космический центр НАСА. И даже отсюда с пирса видно невооруженным взглядом несколько пусковых станций. И как раз на сегодня запланирован пуск ракеты, надеюсь, мы тоже сможем это увидеть. Вы думаете, почему здесь так много людей на пирсе, что они все пришли воздухом подышать и на серферах полюбоваться? Нет, они все ждут запуск ракеты. Конечно, можно поехать в Кеннеди Спейс Центр, заплатить 50 долларов и полюбоваться запуском поближе. Ну, а то и 250, если там с обедом и вообще чуть ли тебя к ракете не подвесут. Но многие предпочитают просто посмотреть издалека и сделать это бесплатно. Для нас запуск ракеты необычное событие. Такое мы будем наблюдать первый раз своими глазами. Но здесь это происходит несколько раз на неделе. А вы готовы к запуску? Тогда 3, 2, 1... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова